Доброго вечера, зрители и подписчики канала СтримТО. Приветствуем вас сегодня с трансляцией Domination Series в групповой стадии. И встречаются у нас такие команды, как Next против Elite Squad. Выбран формат Medium. Ну и комментировать буду я, Адель Дэлен, с моим напарником будет Сотников Иван. И за картиночку в ответе, как всегда, Михаил Иммортал Хиро Дов. Привет вами. Здорово, Дэля. Здорово всем. Собственно, как мы начинали этот турнир, так мы и пришли к его середине уже. Да, все верно. Экватор Domination Series у нас пройден. Первой лиги. Ну и как и второй. Собственно, мы начинаем, за небольшим исключением, в первом матче, в матче открытия. Этого турнира Next играли Light против Elite Squad. Ну а сейчас тогда выбирали Next формат, и там был еще 2-2. Я напомню, очень невероятная какая-то игра на трибьюте была. Сейчас же Elite Squad у нас завсегда. Ты, как я понимаю, Medium, это их любимый формат. Судя по всему, всегда они его выбирают. Так что вот решили и сейчас не отклоняться от того курса, который для себя наметили на этот турнир. Да, ну и, конечно же, хочется отметить то, что Elite Squad победили на своем пути Сильверсов в Medium и Пингвинов. Но проиграли Этернити. Да, Этернити сильны, я так понимаю, в Medium. Хотя они проигрывали GoPro, потом Сильверсом на формату Lite. Сильверсом в Lite проиграли они, а GoPro в Medium. Что? Ну, в общем, да, Белая Лига вообще запутанная по вот этим вот матчам. Если углубляться, то там вообще не раздуплиться нифига. Главный момент, это то, что к этому поединку, если к первому матчу мы могли сказать, что Next, наверное, фавориты. То тут очевидный фаворит Elite Squad. Elite Squad 14 очков, они идут прямо за Пингвинами. У Пингвинов 18, одно поражение, и этот Elite Squad в Medium. Ну и Кёльн. Давай так, первая карта, которую играют, наверное, все. Кто не играет в Кёльн, тот лузер. Ну и в особенности Elite Squad очень любят эту карту. Да, Elite Squad чуть ли не каждый свой бой в первой лиге играет на Кёльне. Вот Леня мало этому подтверждает, все это увозит уже на центре, на Дашке. Остается на две тычки, надо ему смещаться наверх. Он пытается забрать Дашку, Легис не попадает молотом первым, но вторым добивочным. Он забирает все-таки его, и будет на Дашке двигаться вперед вместе с Maybe For Me. Так, и давай тогда сразу по составу. За Next у нас Impulse играет на Хоре Магнуме, Onox на Вас по Громе, Легис на Викинга Молоте, Maybe For Me на Вас по Изиде. И уже у нас Брянс увозит наверх, но Легис его встретит, и тут его зажмут в угол. Я думаю, тут не будет никакого воза. И Бонни Ксанок сыграет на Хантера Твинсе. Это состав Next Off. Так, ну а состав или сквад в виде Леня Мала, который на Викинга Рикошетти пытается увозить сейчас флаг, но сливает его Сер Бернард, который на Вас по Гаусе играет. А Брянс на Вас по Смаке. Визаут, который играет на Хоре Шафте. Руинер на среднем корпусе. Второй средний корпус. Викинга Твинс на Дашке уже едет справа вместе с Визаутом. Ну и в виде последнего дейфера, ОДД на Вас по Жиге. Ну, ОДД, Вас по Жиге в виде последнего дейфера, это вообще для нас не новости. Кто следит за Elite Squad, знает, что это их стандартная тактика. Уже первые смены вооружения у нас есть. Переоделся. Переоделся импульс у нас. Он теперь играет на... Гауссе. Гауссе. Или был он на Гауссе. Что-то как-то я, наверное, перепутал. Что-то как-то да. Возможно, он был на Гауссе и на Магнуме Forgot to Play. Да, на Магнуме Forgot to Play был. Да, а импульс, наверное, на Гауссе так и начинал. Вообще, Гаусс совсем полюбилась пушка. Она относительно балансная. И редко от нее резисты берут, а урон, знаешь, она бесит больше, чем... Реально. Она наносит дамаг. Да. Но вот то, что она бесит, это тоже хорошо. Брянц, смотри, снова. Тыловой заход на Дани Тре. Его видит ли его Бонник Санакс? Нет, не видит. Брянц влетает. Будет уходить на центр. Но Изида... Изида плюс Твинц не дают ничего сделать. Визаут тоже убивают. Forgot to play. Контроль ДД сверху. Все пока четко. Хорошо, Леоню Мал накинул два шарика рикошета по God how to play. Импульсу приходится из-за этого забирать ДАшку сверху. Кстати, это ДАшка Легес вроде как. И сейчас два ДАшных игрока в принципе есть. Импульс плюс Ксанакс. Ксанакс уже выехал вперед. И где же... Maybe for me. Изида нужна. Вот она подъезжает. И надо, наверное, Бонник Ксанаксу немного подождать своего тиммейта. Отъехать назад, да. Так, ну он отъезжает. Его Maybe for me уже появляется. И сейчас Леоню Мал накидывает, накидывает по Maybe for me. Но не получается. У него у Ксанаксу уже спадает ДАшка. Движется он прямо вперед. Maybe for me уже отсекли. Он остался позади. И ОДД, зареспившись, все-таки добивает его. Плюс еще дамаг прилетел огромный от шафта, видимо. Важный момент. Вот нет ни одного резиста от огнемета. У тагнемета резиста нет у Некстов. И это огромная проблема. Еще один немаловажный момент. Почти у всей команды Некст есть резист от Смоки. Смоки и очень много резистов от Рикошета. У Лид Сквад тоже много резистов от Смоки. Но если у Некст это, в принципе, объективно, у Брянса есть Смока с поджогом, то вот у Некстов я не видел Смоку. И тогда получается, что Руинер и ОДД одеты непонятно ничего. Так, ВИДАУТ, я вижу, переоделся. Он снял шафта своего. А резисты от шафта все еще остались. Это 4 резиста у Некстов. Он одел Магнум. А от Магнума резистов пока что нет. И нужно переодеваться сейчас в Некстов. Очень срочно. Руинер может забрать Дашку. Может. Он должен это сделать. Руинер. Вот под Магнум, да, подставился. Почему он еще до сих пор не забирает эту Дашку? Есть еще ВИДАУТ. Почему никто не выдвигается наверх? Хорошо. Пытаются отжать вражескую Дашку, но там под Эдиткой это очень делают. ВИДАУТ влетает, кстати, на Дании Тренов. Ты его уже увидели. Но может попробовать что-то сделать, но нет. Бонник Санек свернулся. А Легес переоделся с Молота на Рикошет. Так. Ну и сейчас вместе с Ониксом пытаются заходить на Сильвернар. Резистов пока нет от Рикошета. А там было пять резистов от Молота у Лид Скват. Сильно. Они Легеса законтрили на корню. Но хорошая атака, кстати, от Бонник Санекса. Можно уходить наверх. Но решает уходить на фланг. Ну, такая вся траектория, наверное. Хотя там Легес есть. Там встречают, да, действительно. Руинера нужно отсечь. Самая хорошая. Руинера нужно отсечь, иначе он увезет. Потому что Оникс без резиста от Твинса. Есть респ импульса. И, к сожалению, увоз у Некстов не удался. А вот Руинер... Визаут нет. Руинер тоже не уйдет. Там Бонник Санекс. Визаут воспользовался тем, что не одели Некст и еще резист от Магнума. И просто всех разобрал. Они так хорошо, кучно ехали, что пара-тройка Магнумов как раз в цель пришли. Там есть также сверху еще ДД, который можно, в принципе, забрать. Но Бруянс решает вернуться обратно. Импульс будет с правой стороны от красного флагштока на ДАшке заходить. Лёня Мал, в принципе, переоделся уже на Молота. И от Молота пока резистов нету. И заблочить импульса, плюс его очень сильно надамажить, он сможет. Сможет ли разобрать. А 0 хп остался, и Руинера ему в этом помогает. ДДшки лежат сверху, Сэр Бернард не успеет. Ну, правда, будем считать, он ее отконтролил четко. И Боннинг Санэкс ДДшный против ДДшного Руинера. Но это явно не равная битва. Там за Боннинг Санэксом Васпоизидо с наноботами. Два Твинса, синие шарики против красных. Лёня Мал, Руинер сам же похоронил. Но это ничего не принесло атаки на кстов. Кстати, Руинера так и не добили. В итоге он поднялся на 0 хп, вернулся обратно и разобрал всю атаку. Ну, как всю атаку. Мэй Би Форми и Икс Анэкса на своей ДДшке, которая заканчивалась. Очень странная была. Сэр Бернард там троих убил. Легес, Анэкса, УДД своего же игрока. Анэкс, кстати, что-то поменял у нас. Будем смотреть, что. Есть хорошая атака. Он обратно на Смакулах переоделся. Так, ну не менее хорошая атака от Нэкстов в виде Ксанэкса и Мэй Би Форми. Пытаются они вдвоем как-то зайти. Но Дашка уже спадает. Остался ОДД. Ксанэксу, если он так будет атаковать агрессивно, нужно резист от огнемета. Брянс увозит. Кто подожжет первый? Не попадает Брянс. Попадает. И он не вернет. Не успеет. ОДД есть. Так, цепляется. Леня Малл есть руинер. Будет это уход наверх, ну, в принципе, правильно. Только не блокировать же. Куда же ты сводишься? Но Леня Малл должен доставлять. Тут Легес уже не успеет. 1-0. За 20 секунд до конца, что-то так быстро во время раунда пролетело. Я и не заметил. Интересно. Как-то я даже не понял, если честно, почему именно отпустили. У Оникса не получилось вернуть, но, в принципе, там был импульс. Там было еще много игроков, и нужно было, мне кажется, закидывать магнум туда. Но не видел я, где был в этот момент Fargoat How to Play с коррекцией на Респе. Урона не хватило, знаешь. Тут как оказалось. Брянс ушел, да. Он, в принципе, самый близкий был. Да, его быстро убили. И вдруг вся команда Лид Склад оказалась прямо на этом флаге. Там 5 человек было. Да, там было 5 человек, и при этом 2 целых средних корпуса. Да, ну, и тут без шансов, да, конечно. Там были у Лид Склад резисты от Магнума. Вот Нексты бы увозили такой же флаг. Они могли бы увезти. Среагировав они раньше на Магнум, который появился у Лид Склад, они бы там увозили. Без шансов. Ну, то есть там только Магнум мог убить. Ну, вот, обидно. Обидно, конечно, для Некстов. С другой стороны, Лид Склад дожимают. И мы, кстати, не первый раз видим, как Брянс на последних секундах дергает этот флаг. Без резистов, как угодно. Против пингвинов, абсолютно. Единственный флаг, который Брянс увез против пингвинов на Кельне, в итоге стал решающим. 1-0 тогда выиграли. Надо уже уделять какое-то внимание Брянсу в медиуме. Он все-таки опасный восповод, как выясняется. Интересно, а вот следующая карта будет какая? Мосты ли? Ну, судя по тому, по играм этих, Лид Склад это либо Мосты, либо Иран. То есть тут что-то есть общее между Некстами и Лид Складами. Они любят и Мосты, и Иран, как я предполагаю. Поэтому я думаю, либо то, либо то. Кунгур мы вряд ли увидим. Мне Кунгур в медиуме вообще не симпатичен во многом. Из-за того, что красную сторону крайне сложно отыгрывать. И синяя там гораздо сильнее. Вот в медиуме так точно. Из-за хорошего расположения дроп, в принципе. Да, поэтому, думаю, вряд ли будет Кунгур. Губаха так точно не будет. По объективным причинам. Редалерт может быть, кстати. Может быть. Да, я бы хотел увидеть Редалерт. Вот и Редалерт, и Раны. Почему нет. Но начинается уже второй раунд. Второй раунд. И Леня Малл начинает на Витника. Молоти. Один из средних корпусов. Второй средний корпус. Руинер. Все так же остался на Твинсе. От Твинса резистов у... К слову, резистов от Винса. Ну, в Некстов два всего лишь. И это на руку, в принципе. Руинер на такой карте делает максимум, мне кажется. Потому что он сближается постоянно. Он постоянно пытается дамажить. Но вот некоторые моменты. Иногда его переигрывает, допустим, тот же Легис. И тот отправляется на Респ. Но сейчас. Брян, бля, не трес. Снова летит, летит. А, его засекли уже. Бонник Санекс. А засеклили? А Ксанекс на него? Ксанекс уехал. Но тут есть Онакс. И Мэйби Фоми. Дашка, благо, закончилась. Форгат Хоптуплей тоже обратил внимание. И там Руинер с другого фланга снова заходит. Леонимал будет Дашку на центре забирать. Пока Руинер отвлекает. Рельса появляется, кстати, от Сэр Бернарда. Руинер. Руинер на Дашке влетел. Разобрали они Магнума, в первую очередь. Нет, Езида точно не добьет тут Руинера. И там Леонимал может встретить. Легис, да? А с другой стороны, Визаут будет пробовать ее возить. Против него Форгат Хоптуплей. Резист от Магнума. Он выдерживает буквально на 0 хп сейчас. И, в принципе, Езитка может сейчас решать. Он как раз-таки сделал это. Ел с его противником. И Сэр Бернард взял. Хорошая сквозная ДД-шная прилетает от него. Три игрока уже на респе. А это значит, можно заходить. Резистов от Ринсы пока что нет. Он на ДД-шке очень много дамага может вносить. На 0 хп остался Maybe4Me. Еще можно добить. Забрать ДА-шку. Нет. Все-таки забирает Легис ДА-шку. Руинер в это время зашел. С правой стороны забрал ДА. И заходит. Не вниз надо было сейчас. Нет, направо. Сейчас смогут... Летел дамаг от импульса. С другой стороны, Леня Мал вовремя оказывается. Опять сводится импульс. Стоит СОДД залезть. Влезает. И, кстати, Сэр Бернард хорошо спасает этот момент. А в Магнодд-шный тут как бы... Кстати, между прочим, что мы увидели? Во-первых, атаку. А до атаки у нас Брянц поменял, к примеру, в смоку на грома. И никак на ксты на это не отреагировали. Сэр Бернард одел релю. И по факту никак на ксты на это не отреагировали. Там Сэр Бернард убил 4 игрока. 4 игрока отправил на респ, что позволило Руинеру зайти на ДА-шке и вывести флаг. Медленная реакция по резистам. И ОДД, и Брянц снова меняют. Я так понимаю, это уже резисты они меняют. Легис у нас одевает молот вместо рикошета. Так, а Ксанаксу еще так же остался на Твинсе. К слову, Твинс на среднем корпусе в нынешнем Мете на Медиуме мне не нравится. Нет, Твинс это, да, мне он тоже совершенно не нравится. Вопрос это вот какой. Легис явно опытный товарищ и одел резист от огнемета. И от Магнума. То есть вот человек понимает, что если в дефе там стоит огнемет, то, наверное, надо одеть резист от этой пушки. А вот Бонни Ксанакс не одел резист от огнемета. Он уже второй раунд так играет, Ваня. При том, что у Элитсквад была и смока с поджогом, и огнемет. То есть по факту можно было бы сразу от двух пушек какой-никакой резист иметь. Можно было даже, знаешь, как Магнум с смока с жига взять. И более-менее получались бы атаки у Ксанакса, мне кажется. Да это вполне себе нормальный резист, да. Ну а чего тут еще защищаться? Вот ты едешь по центру, ты танкуешь, по тебе Магнум фигачит. Тут и от рельсы вот можно взять. Если не от смоки, то от рели. Кстати, кто положил Сербернарда в минус? Сербернарда с смоками. По-моему, Ксанакс, да. Там только Ксанакс мог это сделать. Шариком каким-то попал. Горит, ну Гая горит, горит. Ну что ты с этим сделаешь? Горит, Бонник, Ксанакс. Руинер выходит сразу переодеваться, я уверен. Обнуляет он гараж. И Онекс, да, да, да. Между прочим, заходит. Это опасно, может быть. Так, Онекс, да, да, да. Но его разберут. Руинер остался на 0 хп, к слову, как и ОДД. В принципе, один молот Лебису хватит и... Окей. Окей, уходит на рез. Я вижу Ксанакса вместе с Мэйби Фермия. Также есть Фагод Хауту Плей, который уже взял устройство на поворот башни. Накинул плюшку Бруянцу. Леоня Мал обратно вернулся. Опять ОДД. ОДД, кстати, очень умно поступил, поражав Делит. Его время отрестливший сейчас вносит дамаг по Ксанаксу. И остальные три Ирака точно так же это делал. Тут надо посмотреть. Легис одел резист от молота, твинца, смоки. Но вопрос-то вот какой. Леоня Мал молот сразу переодел, одел рикошет. Руинер, да, играет на твинце. Но снял Легис резист от огнемета. И смоки я вроде как не вижу у ребят из Элидскват. Атрели так до сих пор мало резистов. А Брян сыграл на громе. Вот он, кстати, вышел, обнулил гараж. Возможно, он реально одел смоку, когда вот Легис переоделся. Может, сейчас уже на другой какой-то пушке зайдет. Визаут сразу переодевается на шафта. Он был вроде как на магнуме. Да, на магнуме. Очень много резистов от магнума появилось у Некстов. Нет, Брянс на смоке играет. Он играл на громе же. Да, да, на громе играл вначале. Теперь переоделся на смоку. На двойных. На двойных. Мейбе Форми плюс Легис. Но поджигает Брянс. Больно, больно. И Брянс поджигает. Вот теперь надо резист от огнемета плюс смоки брать по-любому. Для того, чтобы пробить брешь у команды Элидсквар. Ну, смока-то еще ладно. Смоку ты можешь потерпеть благодаря Эзиде. А вот огнемета ты не потерпишь. К тому же. Вот такая маленькая фишка. Ты, если легкий корпус ты поджигаешь, то он сгорает. То он умирает без резиста от огнемета. Там без шансов как бы. Две смоки, вторая с поджиганием. И ты можешь забыть про этого легкого. Там тики по 300. Тебе только... Не знаю, кто поможет в этой жизни. После такого. И Эзида. Ну, по вооружению, по резистам, по переодеваниям полностью переигрывают Элидскварт. Обязают благодаря этому, собственно, увозят на фланг. Увозят он на аптеку чисто. Вон их сгорит. Просто ничего не сделает. Скидка под Брянса. Ну и, скорее всего, это будет доставка. Боник Сангс как не успеет. А есть еще импульс, который на перехвате. А вот импульс, да. Ну, Руинер. Хороший рейс по Руинера. Очень хороший. Плюс у него мало еще есть. Правда, я не знаю, почему Бруянс поехал по тылам. По тылам он все правильно сделал. Там по центру Боник Сангс заходил с Эзидой. Он просто рисковать не стал. Ну а ну. По центру Боник Сангс на Дашке с Эзидой. И там Визаву залетает на Дашке. На верочку сыграл Брянс. Все правильно сделал. Чего спешить? 2-0. Ну и, как я сказал, по резистам, по вооружению, по переодеванию. Нексты пока проигрывают полностью. Я почему спросил-то, почему он в тылы поехал? Там был опасный момент в виде импульса, который мог пробовать возвращать. Русана, кстати, забирает Дашку на респах у Элит Скват. Это отлично сейчас для них. Но два флага отыгрывать за две минуты нужно. Больше прессинга. Больше прессинга. Однако, по году How to Play остался на 0 хп. И Леня Малый его рикошетом добивает. Импульс. С другой стороны, пытается также атаковать Серд Бернард. Отправиться. Должно отправиться на респ. Все. Добивает его Легис, который переоделся на ревесу с крупнокоммерческой. Калиберным снарядом. Он эксподхватывает и флаг. Пытается уходить на центр, но два средних корпуса. А это Руинер плюс Леня Малый не отпустила. И большинство игроков, просто шесть игроков, почти что катаются от своего флагштока у Элит Скват. Вот это Дэта. Посмотри, как он влетает. Минус, полуминус, точнее падает даже. Нет. Все-таки до конца в минус упал. Мэйбе в форме остался буквально на пару тычек. Пытается скрываться за Ксанексом. Руинер должен отправляться на респ. Так. Ну, второй, второй средний корпус зарезался. Он переоделся, к слову, поменял на смаку на Грома. Да, хорошее решение и, к сожалению, атаки нет. Атаку разобрали. Так, смотрим дальше. Одна минута уже остается. Ну, это Керн. Это Керн одна минута, два флага. Его забейтить очень легко, ты уже говорил. Да, я думаю, вряд ли тут какие-то конкретные и серьезные изменения будут. Ноксты будут пробовать, конечно, пытаться, но за минуту два флага. Не увозится даже в лайте. Да, и в том же Хрэ Врэ это сделать нереально, если соперник хоть как-то присутствует на карте. Так, подожди-ка. Я сейчас смотрю. Сербернар. Он с начала раунда уже вроде как. Нарели. С минуты восьмой нарели. Смотрим резисты. Ксанекс без резиста от рельсы. Импульс без резиста от рельсы. Так, остальные. И Легис, к слову, без резиста от рельсы. Три резиста от рельсы. Очень хорошо для Сербернарда, но он играет на скауте. А скаут выносит меньше дамага. И Бруянц опять-таки за 16 секунд до конца проехал по бровочке. Подхватил флаг. Легис обратно вернулся. Ему не сбивают. А почему обратно бы не уехать на аптечку? Он же, в принципе, должен был ее видеть. Ну, импульс уже вряд ли, наверное, волнует и ВОЗ. Да. Жень, по поводу матча MVP Modest. К сожалению, игроки перенесли матч без нашего ведома вчера на 20.00. И мы его не смогли показать из-за этого. Победил там MVP 2.1. Это произошло. Не знаю я, какая там была игра. Я сам его не видел. Я пришел в 9 часов. Там уже заканчивался последний раунд. Ну и, соответственно... Соответственно, что? Соответственно, мы его не показали для вас. Хотя я очень хотел его посмотреть. Поэтому сегодня MVP против Аветис. Игран финал в 21.00. Можете, кстати, голосовать за победителя у нас на сайте. Я могу скинуть вам ссылку. Ну и, если вы угадаете, то мы разыграем 100.000 кристаллов и 3 промокодика. Хороших промокодика. Солидных таких, поэтому... Я так понимаю, следующая карта у нас все так же. Окей? Ну, мы сейчас посмотрим, может, они... Если они вернутся сюда, то, возможно, ты и прав. Да, я видел то, что Леня Мал написал «Мы за красное». Так что передоход обязательно должен быть. А, ну... Ну, это очень интересное черкание. Угу. На лучшую карту Elite Squad... Типа, можно просто вычеркнуть Керлин мосты и выиграть Elite Squad. Но это большинство команд не хотят этого делать. Странно, почему? Потому что я уверен, что Легис, что Ксанекс, что ОНЕКС. И импульс все точно так же. Они могут отыгрывать на всех картах. Почему именно выбор пал на Керлин? Так, ждем мы перезахода к Санексу. Ну, и если этот матч, точнее, вот этот последний раунд за красную сторону закончится в пользу Elite Squad, то они уже будут иметь в своем активе 17 очков. И приближаться будут уже к пингвинам. Ну, пингвины еще сегодня вроде играют. Да? Пингвины играют сегодня против GoPro. Против GoPro выбран, кстати, формат Lite. Да, я скинул ссылку, где проголосовать можно. Ну, наверное, пингвины должны выиграть. Хотя GoPro каким-то чудом оказываются сейчас в топ-4. Там топ-4 сейчас занимают кто? Нексты, пингвины и Elite Squad. А, нет, сейчас пингвины и Elite Squad. Дальше Silver идут. И GoPro с Nextами делят четвертую строчку. Да-да-да. Был перезаход к Слову у нас, остается одна минута до начала раунда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Так. Я понял, Валин. Я за Ветиса проголосовал, да? Я за MVP. Ну, мне кажется, опыт победит. Все-таки вот тот последний раунд в финале верхней сетки. И я увидел, что MVP еще немного не готов. Ну, посмотрим. Посмотрим. А, и посмотрим на последний, возможно, раунд для Elite Squad. Я вижу Леня Мал на ДАшке. Я вижу Сибернарк на ДАшке. Также есть еще АДАшка от Фаутлиса. Три игрока начинают в движении с правой стороны. Первый уже отправился на респ от огнемета ОДД. Есть также поджог от Бруянца. И Леня Мал прорвал все-таки брешь в дефе у NextOff. И пытаются уводить флаг. Но и импульс, плюс Ксанекс, плюс импульс. Не дадут этого сделать. NextOff и ничейный результат устроит. Визаут, кстати, пытается уходить. Но там уже четыре игрока отреспилось. По поводу того, кто на чем играет. УДД на Жиги, Визаут, на Хори Магнами, Сербернают, на Ваз Пареллю. Леня Мал на Викинга, Рикошет и Руинер на Викинга, Твинс и Брянс на Ваз по Смоке. Кстати, у нас есть огромные изменения просто у NextOff. Легес поменял Викинг на Ваз Пареллю. Бонник Санекс на Хантера Молоте. Импульс на Хори Гауси. Мэйби Фоми на Ваз Пайзиде. Фаутлис заходит на карту на также Викинга Громе. И Сербернард пытается уже вводить флаг. На аптечку прямо уходит. Отлично, на меня подбирает ее. Очень хорошо уходит Сербернарда. Целого Ксанекса, который должен был выдавать всего лишь один молот. И это 1-0 уже. Как хорошо отыграл он сейчас. Что-то как-то, да, не попал там Бонник Санекс совсем выстрелом. И сразу же переоделся на Твинсан. Да. Не зашло ему. Не зашло. Вообще с двух молотов. Ну молот тоже мне не нравится на среднем. Ну вот с двух молотов начинали у нас с Next3. Рикошет, наверное, подумали слишком банально у нас с Next3. Такое. Ему уехать с флага. Он катается, кружит вокруг него. Поизиде успел одну смоку еще и дать. Сербернард хорошо на реле играет. Мне нравится, как он отыгрывает на вас перед всем. Клёво. Особенно его ООС против Ксанокса. Абсолютно целого среднего корпуса. Который один раз не мог попасть. Руинер, кстати, смотри, в тылах не труп подобрал. А у Next3 есть импульс, который пытается свестись. Он попролагал, и импульс уже ничего не сделает. И импульс снова сводится заново. Он может сводиться сколько угодно. Да. А у Руинера увезет. Вот у него сейчас бы сгорел, мне кажется. Ну вот из-за этого провага, да. В итоге импульс не свелся. Это правда. Регас покидает карту. Заходит в Forgot to Play. Он, видимо, на Маннера. Нет, на вас поделили. На вас поделили со стабилизацией. Он всегда играет со стабилизацией. Это уже третья игра на кустах, которую я комментирую. Всегда в Forgot to Play играет со стабилизацией. Я не знаю почему. Кстати, Бруянц вместе с Людмилем Малым уходит. Опять-таки, Васпик. Васпед смока, который уходит. Есть Xanax. Заметил, заметил. Понял, что нужно бежать как можно дальше. Есть резистный огнемет у Xanax. Одной смоки буквально не хватает. Бруянц развернись. А он может поехать обратно даже и... Он, да. Могут поехать за ДДД. Нет, он может слить к Xanax и поехать дальше. Есть будет блок. Фаутов зачем-то решает прорваться по центру, а не снизу. Но это 3-0. 3-0. 4-2-1-9. Да, очень много Васпики или сквадов делают. Эти легкие корпуса, которые ловят нужные моменты, заходят, возят, выдергивают этот один флаг. Ну прям... Огромную работу они выполняют на кальсе. Да. Тут согласен. Сир Бернард очень хорошо отыграл в этом раунде. Первый флаг прям... Прямо тоненького он доставил. Мог еще аптечку забирать. Но он решил сразу попытаться спрятаться за стеночку. И в принципе это дало свои плоды. Мурьянцы здесь очередной флаг увозят по верху. И Онекс пытается отвезти как-то на размен. Я так понимаю, что тут случилось. ОДД зашел Эджи Кей. Видимо раунду набить. А может, да. Может набить раунду. Тут все понятно, я думаю. Хотя... Есть еще 4 минуты. Я думаю, Нексты поборются. У нас в конце концов размен. Если, допустим, Нексты прямо сейчас вернут, вернут, то может быть за нищейку попробует попороться. И снова пролаг какой-то был. В танках. Да. Я сверху ДД. Оксанакс будет на ДАшке с центра заходить. Не вижу Юзитки рядом с ним. Импульс в это время уже как-то троллит. Троллит и в итоге натыкает. Там если Респа не будет, то Сэр Бернард вернет. А Респа нет. И это будет возврат. Скорее всего доставка сразу. Нет, Бониксанакс скинули. Ну так скинули. Бониксанакс, а его убили. Там Визаут успел убить, до того как разгорел. И пытаются. Мы в форме, кстати, одел вас по шафту, отказались наконец-таки от Изиды у нас. Хотя задумка Изиды была очень даже хорошая. Правда, если были бы грамотные заходы вместе. Потому что один Ксанакс разбирал двоих средних корпусов, при этом который был один на ДАшке. И давал плоды зайти. Зайти легким корпусам и дать возможность увезти. Но этим не пользовались Нексты, к сожалению. К сожалению. Кстати, надо отметить тогда уж, что Элитсклад никогда с Изидой-то и не играют. Ну да. Элитсклады играют исключительно с ЖГ, как последним дейфером. И кстати, Нексты даже поставят один флаг. А против... Вот, maybe for me, вот если так посмотреть, у него же нет резиста от огнемета. А он играл в этот момент на Изиде. До этого. И для меня лично огнемет это чуть ли не прямая контра Изиде. В медиуме. Ну 100%. И почему не одеть резист от огнемета? Очень странно для меня. У него есть резист от рельсы. Да, круто. От грома четко. От гаусса не уверен, что надо. Лучше бы одел от огнемета. К тому же там еще смокат с поджогом. Ну, странное решение в плане резистов. Для меня лично. Может, у Некстов свое видение. Я не спорю. Но вот для меня странно. Почему все Нексты, кроме вот Бонни Ксанекста, делают на третий раунд резист от огнемета? Вот сейчас одел. А что до этого не одевал? А получается, если сейчас надел, то его огнемет бесит. И выходит, что до этого это была его личная ошибка, что я не одевал резист. Да. Если бы не одел никто из Некстов, я бы думал, что, ну, Нексты просто недооценивают огнемет и считают ее слабой пушкой, вот точнее. А раз одевают резисты, значит, они так не думают. Странно как-то. Ключик от розыгрыша. Еще раз. 4-2-1-9. 4-2-1-9. Мы поздравляем. Поздравляем, Илит-склад. Укрепили свою позицию. На втором месте, да. Ну, а я фактически думаю, вряд ли кто-то их скинет со второй строчки. Главное, им не расслабляться и продолжать играть в том же духе. Ну, вот если кто будет играть против Илит-склад, я бы Илит-склад не брал против них. Все-таки этот огнемет. Ну, не знаю, в общем. Хотя, если одевать на вас по Илит-склад резист от огнемета, надеюсь, что они все равно уже привыкли, наверное, Илит-склад играть против вас по Илит-склад. Правильно? Ну, правильно. Все уже привыкли к этому всему и сложно. Короче, я думаю, что это придумает у нас в будущем. На плей-офф так точно что-то придумает. Кланы.